доброго времени суток дорогие коллеги с вами татьяна куряча если меня слышно поставьте плюс и пожалуйста и поставьте пожалуйста плюсы по десятибальной шкале как звук хорошо или нет звук как у нас хороший или нет отлично отлично очень громко если очень громко давайте чуть потише сделаю по громкости сильно громко это 10 если нормально то все отлично и так я не просто так вам поставила этот ролик и действительно у нас есть такой замечательный этот ролик и их два как правильно наши средства работают удивительные вещи можно показывать мастер-классы но мы немножко потом позже на следующих обучениях на этой неделе вам расскажем и теперь такой момент давайте мы перейдем именно к сравнительной характеристики наших каталогов но в любом случае я постараюсь вам сегодня дать знаете как говорят что рыбаку лучше дать не рыбу отдать удочку для того чтобы он понимал что необходимо делать потому что сегодня мы с вами разберем как правильно сравнивать каталоги и несколько рекомендаций отдам именно по 16 каталогу и по 17 ну во первых я рада вас всех видеть отлично что вас много я понимаю что вам это нужно итак переходим наступает у нас праздничные предпраздничные дни суматоха и многие конечно же будут выбирать вот смотрите у нас осталась последняя неделя шестнадцатого каталога это очень важный момент для того чтобы вы еще успели взять определенную продукцию дарья будет у нас тему именно по оформлению подарков и естественно она еще более деталь расскажет вам как лучше формировать подарки как это делать потому что действительно это шикарнейший опыт время продаж и самое время подготовки к новому году у нас сейчас идет шестнадцатый каталог а вы его видите на картинке и впереди у нас совсем скоро 17 каталог но хочу вам напомнить 17 каталог он двухнедельный он всего на две недели почему мы решили провести это обучение именно на этой неделе чтобы умели успели во первых завершить очень хорошо 16 каталог и по объемам и по подаркам а то точно так же смогли уже сейчас подготовиться двухнедельному каталогу для того чтобы все успеть и для того чтобы и по срокам успеть и клиента клиенты ваши были довольны и так важные этапы для грамотных заказов первое это всегда сравнивайте два каталога всегда второе всегда предлагайте два каталога клиентам не бойтесь им этого делать делайте это в последнюю неделю вот как только третья неделя наступает или вот у нас будет в семнадцатом каталоге вторая неделя предлагайте уже новый каталог и и семнадцатый и восемнадцатый это даст вам уникальную возможность дать клиенту собраться в каком каталоге он что хотел бы купить это знаете как признак доверия сразу же получается потому что клиент понимает что у вас задача не просто лишь бы продать а у вас задача именно помочь ему разобраться и чтобы он смог выбрать распределить свои заказы и точно так же обязательно сравнивайте сами собирайте заказы по двум каталогам я покажу вам дальше как это делать несколько рекомендаций чтобы вам это было легче собирайте подарки из одной коллекции по двум каталогам также я вам покажу что можно в одном каталоге купить одно в другом другое получится огромный подарок по очень ценам оставляйте второй следующий каталог у клиента то есть вы показываете два каталога предыдущий или который заканчивается и но и когда уже заказы сформированы оставьте новый каталог не пожалейте своему клиенту может что-то еще досмотреть и уже дополнительно вам сделает заказ помимо того что вы уже определили и записали шестой пункт прописывайте заказы по двум каталогам то есть определите для себя в тетрадке или в каком-то документе как вам удобнее я обычно это дело в тетради я вы всегда выставляю что вот это по шестнадцатому каталогу клиент заказал это а по семнадцатому он уже заказал это и получается такая ситуация прекрасно что ваш будет с вами два каталога подряд если вы начнете с ними с ним работа на по этому направлению тогда вы же сами когда садитесь вы смотрите когда два ката определяете так я следующем каталоге не поняла или а зачем ты это просишься оговорить смотрите девочки пожалуйста не нажимайте кнопки говорить просто пишите не мешайте мне пожалуйста и так когда вы сами смотрите каталог то вы как клиент смотрите два каталога и сравнивайте нелли не нажимай кнопку говорить пожалуйста и точно так же работайте с клиентами предоставляйте им возможность права выбора когда вы это делаете это очень грамотно это очень правильно и действительно полезно давайте посмотрим какие предложения хотела бы вам сделать в этом каталоге обратите внимание именно на наборы потому что они очень хорошо сформированы красивые коробки очень хорошее знаете как внешний облик и компания впервые сделала для нас такие наборы раньше мы складывали это только в пакеты а сейчас это очень удобно и очень красиво вы можете смотрите как сделать вы можете взять наборы но вы можете коробки например оставить для себя и расформировать например подарки которые внутри потому что это очень выгодно например сейчас это по супер цене а следующий вы можете просто распродать этот набор но вас останутся коробочки например совершенно для других наборов для других подарочков потому что в наборе не прописано что входит в этот набор, даже если прописано, да, очень быстро, Дарья, точно, поэтому если даже написано, ничего страшного, это будет очень красиво и очень грамотно. Давайте перейдем именно к сравнительной характеристике. Вот я вам привела один пример 16-го каталога и 17-го. Потрясающий набор, например, который стоит всего 199 рублей, это удивительное средство на меду, потрясающий продукт. Во-первых, ну, конечно же, если у человека есть аллергическая реакция на мед, то вы ему предложить это не можете, но в основном все пользуются и питаются медом, и поэтому эта коллекция, она наполнена огромным количеством витаминов, как для кожи, так и для волос, так и для рук, и поэтому это удивительный продукт, очень приятный. Я, знаете как, я немножко, ну, я ем мед, но очень редко, потому что в детстве меня перекормили им, и я думала, что будет приторный аромат. На самом деле очень приятный, очень легкий, очень такой, знаете, комфортный, немножко с горчинкой. Не как медом пахнет, а пахнет сотами, и это совершенно по-другому, поэтому продукт нравится многим, и поэтому обязательно купите эти наборы. Вот смотрите, посередине вы видите картинку, это уже из 17-го каталога, и получается тот продукт, который в 16-м в наборе, он уже в 17-м будет дороже. Мы там дальше посмотрим, как это будет распределяться. Но в 17-м каталоге из этой же коллекции есть следующий потрясающий набор. Это жидкое мыло и крем для рук. И поэтому можно в 16-м каталоге запланировать себе такой набор и схватить его быстрее и быстрее. А в 17-м каталоге уже дополнительно купить жидкое мыло и крем для рук. И уже сформировать, например, есть потрясающий пакет конкретно под эту коллекцию. Если вы купите такой пакет, он большой, и вы можете туда поставить и коробку, и точно так же вы можете поставить второй набор. Или, например, коробочку убрать и уже в него сформировать другие продукты именно из этой коллекции. То есть в любом случае мы же можем придумывать огромное количество возможностей и делать это, потому что на самом деле это очень выгодно. Давайте посмотрим по выгоде. Это один из вариантов. Вот смотрите, если этот взять конкретный набор, то вы можете сравнить. Например, в 16-м каталоге набор шампунь плюс гель для душа. Да, спасибо вам, Лидия, действительно супер. Шампунь плюс гель для душа, плюс упаковка. За все это вы заплатите. Это в ценах каталога, коллеги. Наши цены еще ниже. Это будет всего 199 рублей. Это для клиента самая приемлемая цена для подарочных наборов. Но если перевести на каталог 17, и если клиенту вы покажете и тот, и другой каталог, то вы покажете, смотрите, вот сейчас вы купите этот набор, а если вы его не возьмете, то в 17-м шампунь будет стоить 159 рублей, а гель для душа 129 рублей. И получится эта сумма и того 288 рублей. Но еще дополнительно надо будет покупать упаковку или пакет. И получается, посмотрите слева, выгода 288 минус 199, это 89 рублей выгода. По ценам каталога как для клиента, для нас тоже большая выгода, потому что у нас совершенно другие цены. И можно, знаете, как сделать. Вот посмотрите, если вы купите 10 наборов таких, то у вас выгода по отношению к 17-му каталогу получится 899 рублей. Поэтому вы можете, помните, я вам говорила, расформировать этот набор и получить прибыль и продать за 288 рублей этот набор, а коробочку оставить для другого. Вы можете просто предложить клиенту сказать, смотрите, знаете, как бывает, клиент, например, в 17-м каталоге опомнился или новый клиент появился. Вы новому клиенту можете предложить, знаете, вы пропустили, тут подписающий такой набор был, и он намного выгоднее, чем вот в этом каталоге. И клиент с удовольствием у вас приобретет эти наборы. То есть вам нужно синвестировать сейчас в эти наборы, а потом вы сможете клиенту предложить. Смотрите, у меня осталось несколько наборов. Они супер в цене. Я вам их по этой цене отдам. Но к ним вы можете взять набор, да, вы можете к ним взять набор, еще мыло и крем на 169 рублей. У вас получится огромный подарок для своей любимой мамы или для своей любимой бабушки, или, например, для себя любимого, или поставить под елочек такой набор для определенного, например, близкого человека. Это потрясающе. Это один из вариантов, я вам предложила возможности, как, что дает именно сравнивание двух каталогов. Какие преимущества. Но есть еще и другие преимущества, о которых я хотела бы вам сегодня рассказать. Давайте посмотрим на них. Точно так же расшифровать, расформировать. Ну и что, что они заклеены, любовь. Например, бывает у вас осталось, например, набор, а набором человек не хочет брать. Он хочет взять только одну позицию. Почему нет? Без проблем. Я это делала. Вы распаковываете, и просто можно это сделать. Это как вариант. Я просто вам говорю, что наборы всегда будут востребованы в Новый год. И даже, смотрите, вот, например, на мужских наборах нету, не стоит, что это Новый год. Поэтому, если даже у вас какие-то наборы останутся, они могут остаться к 23 февраля, к 8 марта. И они точно не пропадут, потому что это удивительные наборы. Например, вот такие наборы. Я рекомендую всем вам обязательно их взять, потому что очень красивая упаковка, очень красивая, и всего 299 рублей, и там 3 позиции. Я вам не делала сравнительную характеристику, как в предыдущем слайде, но вы ее можете сделать сами, потому что посередине вы видите, что совершенно другая цена, совершенно другие, вообще, вот здесь. Это делается очень легко. В одном каталоге, в 16-м, вы смотрите, сколько стоит набор, а в 17-м, вы смотрите именно эту коллекцию и сравниваете. И видите, какая выгода именно для вас. И точно так же вы показываете эту выгоду вашему клиенту. И однозначно ваши клиенты захотят приобрести в 16-м каталоге определенные продукты. Вот. Дальше смотрим. Смотрите, есть еще одно преимущество, которое я вам рекомендую. Предположим, в 16-м каталоге вы продаете набор клиенту, именно мужской, и говорите, если вы купите у меня несколько наборов, то в следующем каталоге, в 17-м, я вам подарю гель для бритья из этой же коллекции. Он вам обойдется по ценам каталога 65 рублей. Наша цена вообще смешная. Соответственно, вы уже заранее клиента приглашаете к новому каталогу и к подарку. И тогда клиент уже задумается, так, мне нужно срочно, быстренько это сделать, а вам получается это очень выгодно. Давайте посмотрим следующий слайд, в чем преимущество. Преимущество работы с двумя каталогами. Первое. Взять всю коллекцию по выгодной цене, то есть взять полный набор, например, то есть сэкономить, я сейчас вернусь на один, сэкономить в наборе, плюс гель для бритья по суперцене в следующем каталоге, ну и дополнительно взять несколько продуктов по нормальным ценам, потому что очень приемлемые, тем более в следующем еще и мыло будет по суперцене. А получится огромный, красивый подарок для вашего любимого мужчины или для вашего любимого отца или дедушки, поэтому подумайте об этом. Второе преимущество это распределить заказы на два каталога. Когда вы предлагаете клиенту и показываете два каталога, давайте мы с вами возьмем набор в 16 каталоге, а что там мы добавим вот эти средства. Во-первых, по суперцене продукт гель для, во-вторых, там будет мыло по суперцене и еще несколько продуктов. И тогда это будет вам очень выгодно по ценам и показывает им преимущество покупки по двум каталогам. Но здесь еще объясняйте, смотрите, чтобы вам не платить сразу всю сумму, получается, вы в 16 каталоге платите только за наборы, а в 17 вы уже оплачиваете остальные продукты и получается, что у вас идет распределение где-то на три недели. Возможно, у людей сейчас недостаточно средств, чтобы купить полный набор. И тогда клиенту очень выгодно и точно так же выгодно вам. Получается, что вы распределяете свои средства. Помните, Дарья говорила, отдавала тему неделю назад, как правильно планировать свои заказы. Если вы ее не смотрели, обязательно посмотрите. Напишите нам напоминалочку в скайпе или где-то. Мы вам обязательно сбросим эту ссылочку на это видео. Как можно правильно и грамотно планировать и свои объемы личные, и в то же время планировать именно свои расходы. Далее, третье преимущество. Предложить клиентам взять несколько наборов единовременно. И тогда в подарок гель для бритья. Вы можете посчитать, сколько вы заработаете именно с наборов. Предположим, вы берете три набора. Это складываете их сумму. Смотрите, какова ваша прибыль с этих трех наборов. И вы точно увидите, что даже с двух наборов вам выгодно подарить гель для бритья. Но вы можете сказать, а если вы возьмете десять наборов, то я смогу вам предложить именно несколько подарков гель для бритья. И вы сможете, не вкладывая в эти подарки, кому-то еще сделать презенты, знакомым мужчинам или на работе, именно вот такие подарочки. Это очень хорошо работает еще и в работе с корпоративными клиентами. Но эту тему Дарья будет поднимать чуть позже, через несколько, ну как вот в следующие занятия на этой неделе. Она более точно вам подскажет. Но как рекомендацию я вам предлагаю, потому что, когда вы разговариваете, например, с человеком, который будет сделать корпоративный заказ, то вы можете предложить при покупке десяти или двадцати наборов я дарю вам такое-то количество гелей для бритья. Вам это будет очень выгодно, потому что вы заплатите совсем чуть-чуть. Или своим подругам вы говорите, давай ты возьмешь мужу, возьмешь отцу, возьмешь свекру, возьмешь брату. Четыре набора. Я тебе подарю еще дополнительно два геля для бритья. Их ты подаришь, например, где-то кому-то на работе. Четвертая выгода. Это выгодно клиенту и набор, и подарок. Это вот то, что я вам говорила. А также выгодно вам больше прибыли у вас и больше окупаемость на подарки для клиента, когда вы дарите такие подарки. Потому что, если вы будете дарить подарки своим клиентам, звук нормальный? Это вопрос. Пропадает звук? Очень интересно. Коллеги, меня хорошо слышно или нет? Вроде бы без видео. Коллеги, меня слышно? Если да, поставьте плюсики, пожалуйста. Это, наверное, может быть, у вас плохая, может быть, интернет из-за этого, потому что загрузки никакой нет. Хорошо. Итак, если здесь понятно, поставьте восклицательные знаки, чтобы я понимала, что вы поняли, о чем я говорю. Все, благодарю. Перехожу к следующему предложению. В этом каталоге в 16-м огромное количество разных вкусных наборчиков. Маленьких. Там 2-2 позиции, 3 позиции. Это действительно очень вкусные наборы и очень выгодные. И поэтому, смотрите, также это будет такие же наборы и в 17-м. Поэтому вы берете 2 каталога и смотрите, в 16-м какие наборы выгодно взять, а какие наборы выгодно в 17-м каталоге. И просто распределяете. И тогда вам гораздо проще будет уже, когда вы распределитесь сами, гораздо проще будет уже и показать клиенту, и вы уже можете сделать в каталоге закладочки для того, чтобы клиент не искал очень долго и упорно, а чтобы он понимал, что вы предлагаете. Почему я говорю сейчас о наборах? Потому что сейчас и так клиент покупает продукты для себя, например, или платье, или что-то для дома, потому что сейчас очень много, знаете как, уборки предстоит. Обычно перед Новым Годом вообще делают генеральную уборку, и поэтому я вам видео это поставила в начале. Предлагайте и те продукты, но на подарки часто клиент покупает, например, какие-то средства для себя, а подарки покупают в магазине. Поэтому только от вас зависит, что вы предложите своим друзьям, знакомым, близким, и как вы поможете им сформировать подарочные наборы. Но об этом будет говорить Дарья. Я говорю о выгодности покупки в 16-м каталоге, и о выгодности покупки в 17-м. Смотрите, есть, бывает такое, что, например, вот, что в 16-м, что в 17-м каталоге, именно мыло, 3 штуки, если вы берете, они будут по 35 рублей. То есть, одинаковые акции. И часто такое бывает. Поэтому здесь вы уже можете на свое усмотрение. Вы можете это купить в следующем или купить в предыдущем. Но имейте в виду, что если в предыдущем большая часть людей, например, в 16-м, накупит себе мыло, то в 17-м каталоге вы можете столкнуться с тем, что каких-то мыл уже не будет. это однозначно. Поэтому всегда старайтесь все-таки успевать. Но в любом случае такие акции бывают похожие, подобные, поэтому обращайте на них внимание. И клиенту показывайте, что давайте, если вы сейчас набираете на такую большую сумму заказ, то давайте мыло мы уже перенесем на следующий каталог. Точно так же, помните, я вам говорила, что когда вы делаете клиенту, клиент у вас делает заказ, у вас всегда должно быть под рукой, несколько подарков, которые вам не жалко, которые вы действительно хотите подарить клиенту. Потому что, когда вы дарите подарки клиенту, то это очень приятно самому клиенту. Он действительно будет с вами. Но точно так же наступает время, когда вам нужны будут не просто подарки, а какие-то презенты. То есть, например, проходит корпоратив какой-нибудь праздничный, и вам нужно делать какие-то, знаете, как акции, по каким-то конкурсам. Вот мыло это самый лучший продукт по акциям, пробники это самый лучший продукт по акциям. И чем выгоднее вы подберете какие-то вот такие продукты недорогие, тем будет интереснее. И точно так же, как если вы работаете в коллективе, который очень большой, то очень часто хочется в Новый год каждому сделать какой-то презентик. Кого-то вы выделите больше и подарите, например, крема для рук, которые сейчас по удивительной цене в 16 каталоге. Купите их побольше. Каждый из этих продуктов очень вкусный, очень полезный и прекрасно ухаживает за руками. И 69 рублей это ну просто смешно. Тем более, обратите внимание, при покупке двух по 69 рублей вы можете набрать большое количество таких вот кремов, которые у вас пойдут или на подарки в новогоднюю ночь, или, может быть, это у вас пойдет на подарки вашим клиентам. То есть мы подарки покупаем заранее в 16 каталоге для того, чтобы в 17 каталоге предложить наборы нашим клиентам. И в 17 каталоге также будет огромное количество наборов замечательных. Я тут показала вам один из наборов, там их намного больше. Поэтому, когда хотите листать и 16, и 17 каталог, обязательно обратите внимание на эти продукты. Вы уже можете, я говорю, вот смотрите, в 17 набор наивкуснейший белый шоколад и малина, а в 16 вы можете купить крем для рук уже к этому набору и уже подарить вашему клиенту или добавить, помните, как я в предыдущих слайдах говорила, ранее говорила, что можно приложить дополнительно, чтобы сделался очень большой подарок. Поэтому это обязательно учитывайте и просмотрите, какие продукты по суперценам, которые можно купить в 16 и прибавить к 17. То есть, составляйте такой список прибавить, добавить к тому набору, к такой акции. Теперь давайте посмотрим, как именно составлять правильно план покупок и заказов по двум каталогам. 1. Возьмите большой лист или тетрадку, разделите лист на две части. В первой части напишите 16 каталог, во второй части 17. Или по другому, просто один лист у вас пусть будет для 16 левый, а правый будет для 17. И напротив друг друга вы можете писать, что к чему подходит или как вы будете формировать, что в 16, что в 17. Когда вы будете работать с клиентом, также составьте для него, например, две странички. В одной страничке будет 16 каталог, в другой страничке будет 17 каталог. Сформируйте вместе с ними, с клиентами вот эти заказы и будет и вам хорошо, и клиенту будет хорошо. Второе. Пропишите, какие основные продукты вы будете брать в 16 каталоге и какие основные продукты вы будете брать в 17 каталоге. Еще раз рекомендую посмотреть видео, которое давала Дарья несколько дней назад. Там она прям четко по линейкам давала. Третье. Что значит основные продукты? Это могут быть продукты для дома, какие-то по уборке, закончился порошок, например, нижнее белье, например, как одежда, крема для лица, по уходу и многое-многое другое. Это основные продукты. Третье. Пропишите, какие подарки для клиентов вы возьмете и в каком каталоге. И тогда вам будет легче ориентироваться, то есть, знаете, например, вы представляете, у вас, предположим, 10 клиентов. Для одних клиентов вы можете в 16 каталоге купить, а для пятерых клиентов вы можете в 17. Но это вы определите уже сами. Для корпоративных вы можете, например, где выгоднее цена, и тогда вы поймете, что выгоднее. Потому что бонусы за покупки дают компания в каждом каталоге. И если вы это сформируете, вы будете понимать, насколько это выгодно. Могу сказать точно, вот все продукты по суперценам, они меньше баллов. То есть, эти продукты, они выгодны. То есть, вы можете купить, например, 10 кремов, но баллов у вас будет как за 5. Потому что там, действительно, при таких низких ценах, когда компания делает, то есть, продукта одного балла, она выше, не 75. Но это выгодно при покупании подарков для клиентов и для праздничных мероприятий. Поэтому здесь вы, получается, покупаете больше продуктов, то есть, количественно, но и учитываете, что по баллам у вас будет меньше. Но иногда это не страшно, потому что вы четко понимаете, зачем вы это делаете. Далее. Четвертое. Срочно закажите наборы по этому каталогу. Почему говорю срочно? Потому что я знаю, что сейчас последняя неделя и просто буквально, вот, если вы не взяли ни одного набора, я вам точно говорю, где-то уже завтра или послезавтра наборов не будет. Их уже, наверное, многих до сих пор нет. Но есть, например, набор вербена, он его не было 2 недели, а сейчас он появился. Набор, например, мужской, он пропадал, сейчас он уйдет у нас в автозаказе. Поэтому, если вы еще не успели взять, срочно закажите наборы по этому каталогу. Вы еще можете успеть. уже к концу недели наборов не будет точных, суперцен не будет точных. И когда мне многие консультанты пишут, а почему нету этого продукта, я говорю, ну что ж вы, ну такие вот вкусные, такие нужные продукты, их нужно покупать в первую очередь, нужно торопиться, потому что иначе можно просто не успеть. Такие вкусные продукты всегда нужно покупать в начале каталога. То есть, это должно быть табу, вы должны купить в первую неделю, заказать в первую неделю, тогда вы точно однозначно успеете. Пятое, определитесь, какие наборы вы будете заказывать в следующем каталоге. И пожалуйста, коллеги, то, о чем я говорила, закажите их в первый день. Лучше в первый. Почему? Потому что если у нас 16 каталог был трехнедельный, то некоторые спали и проснулись где-то во втором, во вторую неделю, и сейчас начнут просыпаться в третью, то тот двухнедельный каталог и лидеры, которые четко понимают, что он двухнедельный, они для своих людей раскупят, чтобы хотя бы удовлетворить все потребности, они раскупят в первую неделю. и те ВИП-консультанты, которые могут заранее покупать продукты из нового каталога, они сейчас будут просто хапать. Ой, простите меня за мои французские, за мои вот эти слова, но это по-другому никак не скажешь. Мы, вот Дарья, не дашь соврать, я не знаю любовь, это мы будем видеть в следующем каталоге, эта тема сейчас не этого каталога, у нас предпраздничное новогоднее. Смотрите, Дарья не даст соврать, что когда мы знали, что такие продукты будут раскупаться в первую неделю, в первую вообще, в первый день или в первую неделю периода, то мы просто сидели и караулилили, вот честно вам говорю. Например, количественно наборов предположим 8 тысяч штук и буквально за 10 минут их становится 2 или 3 набора, вы не представляете как это скупается, поэтому если вы хотите действительно успеть, то сейчас срочно, буквально сегодня, после этого обучения пробейте себе несколько наборов из 16 каталога и уже посмотрите 17 и определитесь пожалуйста, какие наборы вы хотите в 17 приобретение. Давайте посмотрим еще на важные правила. Вот смотрите, бывают еще и вот такие шикарные наборы, например, гель для душа и парфюм. Действительно, в 16 каталоге очень выгодно в пределе нового года взять полный набор, но обратите внимание, вот этот набор шикарный, но в следующем каталоге на этот парфюм будет бонус за покупки. При покупке на 299 рублей по каталогу продаж, вот этот парфюм и не только этот, а еще несколько, будет по суперцене всего по 199 рублей. Вы представляете, если здесь цена в 16 599, то в 17 это будет 199 за парфюм. Я просто понимаю, как этот парфюм будет раскупать, потому что сам парфюм 599 стоит, а он будет по такой смешной цене, причем за каждые 299 рублей. Да, правильно вы говорите, что это выгоднее, но могу сказать точно, что вы можете взять набор в 16 каталоге за 599 и предложить определенные сопутствующие товары к этому парфюму и сказать, что в 17 каталоге вы этому клиенту кое-что подарите. Потому что у нас компания делает каждый парфюм к определенной модели или к определенной модели нижнего белья. И это действительно очень интересное сочетание. Итак, давайте посмотрим, что можно сделать. Работа с клиентами по двум каталогам. Смотрите, первое, предложите клиентам сопутствующие товары в этом каталоге номер 16, например, нижнее белье, чтобы взять продукт со скидкой в следующем каталоге. Вы можете как сделать? Вы говорите, если вы в этом каталоге приобретаете у меня набор нижнего белья, то в следующем каталоге я вам сделаю со скидкой парфюм на выбор. Понимаете как? Это не значит, что клиент должен в 17 каталоге сделать, например, заказ. Он может сделать в 16, более большой, дорогой заказ. Потому что, например, набор нижнего белья это не дешевый продукт. На самом деле и бюстгальтер, и лифчик. И тогда вы в следующем каталоге уже ему принесете по суперцене например парфюм. То есть вы же все равно будете формировать свои заказы в следующем каталоге. И у вас этот парфюм все равно выйдет. И клиент вы принесете такой со скидкой подарочек. То есть клиент покупая в 16 каталоге может воспользоваться вашей акцией за ваши купленные продукты по суперцене бонусом. А почему нет? Какая разница? Важно что ваш клиент будет доволен и вы ничего абсолютно не теряете. Второе предложите вариант в 17 каталоге взять продукцию например клиенту на 2000 рублей или она может быть подороже и ой вариант в 16 каталоге простите пожалуйста не в 17 в 16 это продолжение первой моей темы что возьмите просто например не просто сопутствующие товары а например возьмите какие-то какие-то продукты на 2000 рублей тогда следующим вы получите в подарок парфюм а в 17 каталоге этот парфюм будет за 200 вам он обойдется 199 рублей даже меньше потому что наша цена намного меньше те кто например делает 50 баллов в этом каталоге в следующем получит за 47 кто меньше там чуть-чуть подороже цена за 154 но получается делая заказы в этом каталоге клиент в следующем получает уникальный подарок от вас парфюм парфюм который стоит 599 рублей он получает в подарок то есть вы получается знаете как вы ничего не теряете вы просто немножко делитесь своей прибылью с клиентом вы означаете сумму например на 2000 или на 2500 а почему нет купил он несколько наборов о которых я вам говорила в самом начале вот у него получились наборы а в следующем вы можете ему подарить такой уникальный продукт парфюм на выбор там есть и мужской там есть несколько женских третья возможность для клиента складывайте образы образы и дополнения из разных линеек например декоративную косметику которая подойдет именно под этот образ нижнее белье о котором я вам говорила плюс добавьте какие-то крема крема они не подходят под образ но ведь можно же добавить например цветовую гамму то есть чтобы они совпадали точно так же добавить украшения и точно так же добавить парфюмерию и получится понимаете как вот например вы предлагаете клиенту говорите давайте мы с вами вот например подберем ваш полный образ чтобы у вас получился и одежда и нижнее белье и крема в цвет вы когда будете пользоваться вы будете не одевать украшения вы будете просто понимать что вы в одном образе в определенном или например дикой орхидеи какой-нибудь нежной нимфы или например сексуальной леди или очень важной дамы подбирайте образы попробуйте составить образы из разных продуктов соединяя причем и 16 каталог и 17 подбирая выгоду в 16 каталоге подбирая выгоду в 17 но это точно так же можно наложить и на 17 и на 18 каталог и каждый каталог предыдущий и будущий настоящий и будущий и тогда вы точно начнете знаете как во первых вы с клиентами будете грамотно работать клиенты будут довольны во вторых вы будете иметь большую прибыль потому что сейчас самое время продаж а также есть другой момент вы будете иметь несколько клиентов которые будут давать вам возможность большого количества личного объема и вы не будете себе на полочку складывать пачками продукты и потом не знаю говорить вот я столько заплатила вот я столько потратила денег коллеги научитесь грамотно это делать и себе и клиентам и себе и знакомым и себе и родственникам и именно наборами и именно образами это очень интересно вы не может быть никогда это не делали попробуйте вам очень понравится причем вы образы можете делать например предположим знаете как сделать листочек на этом листочке вы выложили продукты все в одном образе например по линейкам когда я вам рассказывал в предыдущем видео несколькими образами этот листочек распечатали на цветном принтере и показали клиенту и говорите вот есть несколько образов которые я вам могу предложить и у вас в каталоге уже проставлены например знаете как стикеры которые клиент открывает смотрит на листочек открывает стикер и говорит о да а вот цена меня устраивает и продукт меня устраивает открывает следующий стикер и он понимает он не полностью весь каталог смотрит а он берет этот образ за основу или выбирает образы которые вы ему предложите и каждый образ можно назвать по особенному четвертое преимущество это формируйте наборы продукт и уже готовые предлагайте клиентам вот я перед этим говорила образы но точно так же можно предлагать наборы например набор дня предположим актуальный набор к новому году Дашенька пожалуйста мышечку она поселит нас набор дня например уход за домом и вы можете подобрать определенный набор выгодного продукта в 16 каталоге и дополнительно выгодного продукта в 17 каталоге смотрите что происходит когда вы работаете с клиентами то получается вы берете и внимание вашего клиента останавливаете на себе на вас на консультанте именно на двух каталогах и он вас ждет не вы к нему приходите может еще что-то возьмете а он вас ждет потому что он знает в этом мы по этому набору взяли вот эти продукты заказать а следующим вы должны ему принести следующие продукты и если вы будете так постоянно работать то ваш клиент будет практически всегда рядом и у него будет очень экономичные знаете как экономичные покупки он будет вам очень благодарен особенно в предпраздничные дни итак давайте если вам это понятно поставьте пожалуйста восклицательные знаки чтобы я понимала что вы поняли как правильно это делать коллеги поставьте восклицательные знаки хочу это увидеть отлично теперь у меня к вам вопрос кто из вас будет формировать образы и будет формировать продукты напишите или я или поставьте плюс чтобы мы понимали что вы действительно хотите это попробовать формировали наборы для себя любимых да отлично очень приятно отлично замечательно давайте перейдем к следующему моменту который вы должны учитывать именно в каталогах дело в том что у нас есть определенные продукты красивейшие продукты обратите внимание как красиво накрыто какая удивительная посуда и как ее можно действительно поставить очень красиво вот Дарья вот Дарья не даст соврать что был момент когда была предыдущая посуда в первую очередь раскупили большие тарелки а вот эти самые большие тарелки их не стало буквально ну знаете как за несколько дней я не знаю в вашем регионе еще есть большие тарелки или нет понимая это я прям вот для своих девчонок ну вот как для своего города прям купила штук наверное 10 я купила действительно для себя определенное количество тарелок потому что я понимаю во-первых я могу эти тарелки кому-то подарить из близких я могу эти тарелки предложить моим консультантам если кто-то не успел купить я могу предложить это клиентам и точно так же я могу просто-напросто ну например подарить на Новый год своим особо отличившимся консультантам вот такие красивейшие тарелки поэтому вот этот продукт вот такие продукты это те продукты которые очень быстро заканчиваются и я хочу чтобы вы обратили внимание еще на несколько продуктов которые очень быстро заканчиваются это естественно одежда одежда например вот вверху вы видите по 16 каталогу зимняя я например в первую неделю в первый день или за каталог так как я VIP я купаю уже то что я хочу и зарежда потому что я понимаю что потом мне может не хватить причем я беру объятие размера для того чтобы понимать то что мне не подошло я верну то что мне подошло и оставлю точно так же например я всегда покупаю новые сумки но те которые я хочу или украшения, потому что я прекрасно понимаю, что когда я ткнусь, потом этого не будет, потому что если я, например, купила определенный браслет из предыдущих коллекций, то сейчас кто смотрит на эти браслеты у меня на руке и говорят, боже, какая красота, а где купить, я говорю, а где вы были раньше, они в свободной продаже были, и сейчас их невозможно купить, потому что их уже нет, люди распробовали и уже предлагают. Я, например, вам точно скажу, что сумки, которые, зимняя сумка с мехом, и сумка, которая из коллекции Алены Ахмадулиной, буклированная, вот как рюкзачок, я ее сегодня получила, эти две сумки, шикарные сумки, я не могу больше по-другому сказать, потрясающие сумки, они очень отличного качества, они бесподобно смотрятся, коллеги, это супер, я точно могу сказать, что те, кто не купил, если вы их не купите, вы потом пожалеете, потому что это, во-первых, создание образа, во-вторых, действительно, я сегодня у меня прям вот руки чесались, и слюни текли, но я все-таки оставила в офисе, чтобы мои консультанты и коллеги по цеху, которые параллельные структуры хоть посмотрели, поняли, что нужно брать, что это нужно брать. По рюкзачкам это какая? Рюкзачок это который сбуклированный, буклированный, откройте одежду Алена Ахмадулина, где юбочка, жакет и запахивающийся жакет, кстати, этот весь костюм полностью я взяла в полном восторге, у меня аж прям как конфетка, очень довольна, но еще раз обратите внимание на одежду, многие покупают для своих детей одежду, и если вы не успели, например, к новому году вы хотите какую-то одежду, бывает такое, что если недостаточно средств и недостаточно средств у ваших клиентов, они хотят подарить какую-то куртку или какие-то штаны, поэтому делайте это заранее, пожалуйста, показывайте это клиентам, сами обращайте на это внимание. Еще я объясню почему. Это лимитированные коллекции, помните, что коллекции, одежды, они все лимитированы, они выпускаются в маленьком количестве, и поэтому с клиентами нужно работать заранее, заранее составлять размеры и списки, а лучше даже в двух размерах, если клиент сомневается, потому что одну вещь вы отправите, а вторую вы оставите клиенту, он будет очень доволен. Лимитированные коллекции – это одежда, раз. Второе. У нас бывает очень часто написано, прям, это лимитированная коллекция, и она заканчивается очень быстро, потому что те, кто давно в компании, они это понимают, и они это делают. Даже для себя любимых составки лимитированной коллекции купите. Второе. Одежда, посуда, украшения и праздничные коллекции в декоративной косметике у нас часто бывают лимитированные. Летняя коллекция, например, декоративная, она лимитированная. Зимняя коллекция, она лимитированная. К 8 марта будет обязательно лимитированная коллекция, и она очень быстро заканчивается. Особенно сейчас компания стала составлять полные образы, и там есть, например, средства, которые увлажняющие для тела или для волос. Сейчас вот будет шикарный такой спрей для волос с блесками. Я вам честно говорю, если вы не успеете взять и не пропишите это, то однозначно вы просто не успеете это взять. Объясняйте это клиентам заранее и сами точно так же составляйте. Иначе вы не сможете получить их. Четвертое. Будьте всегда честны с клиентами и расскажите им об этом. Клиенты ваши должны об этом знать. Не скрывайте от них, что, например, чего-то нет. Когда вы приходите с двумя каталогами или к близким, или к родственникам, или к своим клиентам, скажите, часто бывает, что если заказываешь позже, то может этого не быть. Поэтому давайте лучше с вами подгадаем под вашу зарплату, но, ну, когда вы получите деньги, но заказ делаем заранее. У вас все равно будет время через какое-то время оплатить. У меня так было, я пришла к клиентке, и она говорит, безумно хочу пудру и золотой кокси. Она не лимитированная, но она очень ее хочет. Я говорит, очень хочу, но понимая, что у меня нет денег сейчас. Я ей предложила вариант, я говорю, не братьте, это не страшно. Когда у вас должна быть зарплата? Она сказала мне дату. Мы с ней отсчитали время по поставкам. Я сказала, я могу заказать вот в эту дату, но немножечко заранее, чтобы это действительно было. Я вам принесу именно к вашей зарплате. Этот человек с удовольствием? Нет, оплачивать не обязательно сразу. Смотрите, когда вы делаете заказ, например, под конец периода, и вы идете по стартовой программе, и вы, например, идете по каким-то акциям от компании, тогда нужно до конца каталога это оплатить, пока даже заказ не пришел. Но если вы делаете это в начале каталога или в середине, то не нужно прям бежать и быстрее оплачивать. Почему? Объясню. У вас, знаете как, например, вы сегодня сформировали заказ, его утвердили. Поставка, например, у вас будет позже, и ваш заказ пока находится в статусе сборки. И вдруг вы наутро вспомнили, боже мой, я забыла вот это заказать. Я ведь хотела и забыла. Или вам позвонила клиентка и говорит, ой, вот я тебе забыла об этом сказать. Вы можете зайти в этот заказ, вы можете разутвердить его и добавить. Конечно, лучше этого не делать, потому что могут какие-то продукты, которые лимитированные, слететь. Но в любом случае вы всегда можете поправить, если вы неправильно что-то сделали. Часто бывает, новичок приходит в компанию, формирует заказ и сразу его оплачивает, потому что выскочило вот окошечко, нужно оплатить. А потом мне звонит, я ошибся, а что мне делать? Я понимаю, боже мой, я ничего сделать уже не могу. Я не могу поправить, я не могу порекомендовать что-то. И клиент страдает, и акция, например, неправильно пробили. А такое бывает. А наставники, они на самом деле смотрят. Они смотрят новичков. У нас есть такая функция в личном кабинете. раздел «Моя структура», и там есть раздел «Заказы новичков». Куда мы можем зайти, где мы можем посмотреть своих новичков, их заказы. Мы не можем в них зарезть, мы не можем их поправить, но мы можем увидеть, если что-то не так. Поэтому не торопитесь тут же оплатить. Проверьте заказ вначале. А если у вас, например, недостаточно средств, то вы можете оплатить этот заказ перед получением. Но если это закрытие периода, коллеги, пожалуйста, отчитывайте момент, делайте заранее оплаты. Потому что заказ у вас останется в той же цене. Но вы можете не получить акцию в парке. Поэтому это важный момент. Давайте посмотрим. Очень часто у нас начинается вот бешеный такой, бешеный-бешеный момент, когда люди ходят по магазинам. И сейчас, натыкаясь наши многие люди, заходя в магазины, вряд ли смогут купить какие-то очень дорогие продукты. Потому что на самом деле у многих есть именно кризис. И именно сейчас наступает то время, когда вам не должно быть стыдно предлагать каталог. Мне никогда не стыдно. Я знаю, что лидерам, которые привыкли, никогда не стыдно. Потому что нам на самом деле гордо показывать наш каталог удивительный. Но есть, которые только начинают и стесняются принести каталог клиенту. Вы знаете, ведь вы можете подарить клиенту своему возможность сэкономить на своем семейном бюджете. Вы можете дополнительно получить быстрые деньги, которые помогут вам оплатить ваши продукты, которые вы купили себе. И особенно в предпраздничные дни это очень важно. Коллеги, следующий каталог двухнедельный. И поэтому вам нужно уже сейчас в этом, на этой неделе суетиться, для того, чтобы у вас все получилось. Каталог двухнедельный, 17-й, удивительный. Его не нужно бояться. Но можно сделать новые квалификации даже за две недели. Потому что еще будет у нас дополнительно каталог Денос. У нас будет отдельный каталог продукции Денос именно в 17-м каталоге. Поэтому там, купив один аппарат, которым вы сможете лечить свою семью, вы уже сделаете чуть ли не 150 баллов или 50 баллов. Потому что там есть относительно недорогие аппараты и относительно дорогие аппараты. Коллеги, я сейчас кое-что вам покажу. Буквально немножечко. Просто, чтобы вам легче было ориентироваться. Как лучше делать? Так, весь экран, отдельное приложение. Хочу это показать вам. Показать вам. Видно показ экрана? Коллеги, если видно, поставьте плюсики, пожалуйста. Потому что я перейду. Видно, что что-то написано. Видно, да? Все, я тогда перехожу туда в показ экрана. И это как его. И прям вам покажу несколько моментов, что нужно делать. Смотрите, какой момент. Сейчас оно загрузится. Секундочку. Сейчас загрузится, и я начну вам. Подождите. Итак, смотрите. Мы с вами заходим в личный кабинет. И шли в личный кабинет, то у нас есть две возможности, как вообще сравнивать каталоги. Вот здесь вот вверху есть, смотрите. Вверху вот такие разделы, которые вы можете, например, полистать каталог, нажимаете. Вот сюда, а также, вот зайдя сюда, полистать каталог, вы увидите сразу же несколько каталогов. И очень многие меня спрашивают. Вот смотрите, вот каталог 16-й, и точно так вот есть каталоги, каталог Сингара и каталог продукты здоровья. Так, поняла. Подожди, у меня закончилась моя сессия для меня. Сейчас я зайду как консультант и покажу вам более правильный момент. Подождите секундочку. Смотрите, у вас, как у консультанта, будет несколько видов каталогов. То есть у вас и новый, и предыдущий. Смотрите, еще раз. Мы заходим, направляем продукт, нажимаем полистать каталог. Каталог, заходим в раздел, и здесь мы видим несколько каталогов. 16-й, точно так же 17-й, точно так же есть прайсы, видите? И точно так же у вас есть каталог здоровья, и вы его можете почитать и посмотреть. И каталог Сингара. Мы с вами будем сейчас говорить про два каталога, которые 16-й и 17-й. Я обычно делаю как? Я нажимаю «Открыть каталог 16-й» в одном окошечке, и точно так же захожу обратно в браузер. Видите, вверху у меня осталось там личный кабинет, захожу в него, нажимаю точно так же «Полистать каталог», и открываю уже следующий каталог. И открываю каталог 17-й. Сейчас, секунду, прощу прощения, смотрите. И открываю 17-й каталог. У меня получается два окошечка. Сейчас, секунду, загорится. Смотрите, у меня получается два окна. Ну, давай грузи три. Во-первых, 16-й каталог вверху. Вот. И точно так же каталог 17. И вы уже можете сравнивать. Вначале в этот зашли, потом в этот зашли. И вам будет проще. Смотрите, еще какой момент. Помимо того, что здесь есть, можно листать, то можно вставлять, например, вот кто-то писал, там 37-я страница. Вы можете вот это стереть. Ой, глючит. Ну, вот здесь вот можно вставлять страничку. Подождите, видите, виснет немножко. Ну, давай, дорогой, ну, что ты не хочешь двигаться. Виснет. Вот здесь вы вставляете страничку и потом нажимаете Enter. И он уже подвинется на ту страницу, на которую вам нужно. Не хочет здесь. Виснет компьютер. Хотела показать, как. В любом случае, вы можете это действительно сделать, и вам будет это очень просто. Коллеги, вы видели пока с экрана или нет, потому что я не совсем понимаю. Если видели, поставьте плюсики, пожалуйста. Чтобы я понимала, видели ли вы, что. Да, отлично, ну, слава богу. Я думаю, что вы разберетесь, потому что вы на самом деле очень грамотные люди, и действительно понимаете, как это делать. Ваша задача сейчас запустить эту программу на эту неделю. И ваша задача обязательно пройти все обучения, которые мы дадим по этому интенсиву. Потому что вот следующее занятие, оно будет завтра, и оно точно так же очень вам будет полезно. Потому что там завтра, во вторник, я буду рассказывать о самых хитах, которые востребованы. И вам гораздо проще будет составить именно программки по этим хитам, и именно вашим клиентам, и приобрести для себя любимых. На этом наше занятие сегодня закончено. Спасибо за ваше внимание, и благодарю, что вы были со мной. До свидания, до новых встреч, до завтра.